У нас сегодня вопросы, да? Вопросы-ответы запланированы на эту встречу. Да, пожалуйста. Микрофон нужен. Ари Кришна, Гуру Махараши, примите мои поклоны. Спасибо за такие встречи, которые организуются, и есть возможность лично вам задать вопрос. Я хотел бы сегодня задать два вопроса. Первый вопрос у меня такой, то есть мы в материальной жизни живем, и у меня лично такая концепция, что развитие бесконечно. От низших форм жизни до средних миров, райские планеты, вплоть до Брахмы. А когда мы говорим о духовном мире, душа сочетананда, она полна всего знания, блаженства, причем блаженство в духовном мире увеличивается каждый раз. И такое ощущение складывается, что там душа уже не развивается. Она вот есть как бы совершенная, и все, это потолок, дальше нет. Я правильно это понимаю, или неправильный взгляд на духовный мир? И второй вопрос у меня по поводу истории с Харидасом Токуром, младших читаний Чаритамриты. Я тоже, когда читал, я почувствовал, внутри есть противоречие определенное. То есть мне показалось как-то очень жестоко, господь Чайтаня в воплощении милости поступил с ним. Это привело в тему вчерашнего разговора о самоубийстве, в тяжелую тему, которую мы затронули. И Харидас Токур как бы совершил, младший Харидас Токур, самоубийство. И после он даже на Киртана смог приходить в тонком теле. И получается, какой пример мы можем из этого извлечь, что в каких-то случаях это оправдано, или это не наш уровень. Вот это я как бы для себя не смог вот эту улилу уложить, понять ее правильно. Потому что внешне как-то показалось очень все жестко со стороны господочитания. Причем я вспомнил такую историю, читал в книге «Святый Искон» Вишнужан с вами, был такой ученик Ширила Праупады. Он Киртан очень хорошо пел. И вот насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте, он как раз тоже совершил какой-то проступок и потом исчез. И преданные говорили, что он как раз по примеру Харидаса Младшего поступил. Там шоу больше никто никогда не видел. Все, спасибо. Я думаю, что подавляющее большинство людей сегодня они считают самым страшным явлением это смерть. И мало кто знает о том, что есть вещи хуже смерти, страшнее смерти. Твой вопрос касается вот последней этой темы. В этом нужно разобраться тебе и всем нам нужно разобраться. Что же на самом деле является страшным явлением, самым страшным явлением. А как Ширила Праупада относился к смерти по-другому. Был пример, когда они ехали в машине, Праупад задремал на переднем сидении и перед ним видели страшную аварию. Ну, не аварию, человек попал под колеса грузовика индийского. Это гигантский грузовик, просто проехал по живому человеку. И они, проезжая, увидели прям этот весь процесс, как эта кровь разбрызгивается по асфальту. Вот человек просто раздавлен. Получили шок все. А Праупада дремал. И когда он проснулся, ученики тут же сказали, Праупада, сейчас мы увидели ужасную вещь, очень страшную вещь рассказали. Вы в шоке потому, что вы себя отождествляете с телом. Твое представление об эволюции тоже из этой области, из области отождествления с материей. Ты сравниваешь, как вот, если эволюция материальных тел, как мы слышали от Дарвина, или ступени какие-то есть, формы жизни от низшей к высшей, и таким же образом ты мыслишь о душе. Это все формы отождествления. Отсюда твои вопросы исходят. Отождествление с материей. Я бы даже сказал, с грубой материей ты еще отождествляешь. Отсюда эти вопросы. Значит, прежде чем приступить к решению этих вопросов, нужно осмыслить разницу между материей и духом. Попытаться разобраться именно в этом моменте философии. Затем можно будет обсуждать вот эти темы уже, которые ты сейчас затронул. Таким, ну, научным образом. Есть другой пример шилопрабхупады. Когда к ней пришли две ученицы, одна мать, другая дочь. И молодая дочь болела онкологией. То есть она была обречена на скорую смерть. Мать в шоке, дочь в шоке. Пришли к духовному учителю. И они сказали об этом, что прабхупада интригировался спокойно и сказал, почему так беспокоишься? Все умирают в этом мире. Естественно. Нет, нет прабхупада, тут она молодая, страшная болезнь. Вот как нам это принять, как это пережить? Страшно, это больно. Ну, это же естественно, что все умирают. Каждый умрет. Стас спрашивает у учеников, кто не умрет? Малышни, ты не умрешь? Ты тоже умрешь? И показалось, что все умирают. И эта преданная, она осознала этот момент. И на самом деле она благодарила прабхупада, сказала, что прабхупада, я поняла, я поняла, спасибо вам большое. Когда шилопрабхупада уходил, он тоже говорил, ничего нет страшного в смерти. Это естественный закон природин, говорю. Не беспокойтесь об этом. Каждый в свое время должен уйти из этого мира. Но что же все-таки страшнее смерти, как вы думаете? Что хуже смерти? Да, не исполнить свой долг. Если кто-то меняет свой долг на продление жизни, он теряет душу. Если кто-то пытается выжить за счет жизни другого человека, он теряет душу. Каждый хочет выжить любой ценой в этом мире. Это написано в беседе с мудрецом Дадичи. Даиндры, полубоги, обращаются к нему за помощью, что мы боимся смерти, мы обычные слабые полубоги, мы обычные обусловленные живые существа, и никто не хочет расставаться с телом, ни муравей, никто. Хотя Вишну дарует нам эти тела, если сам Господь Вишну попросит это тело обратно, никто не согласится, никто никогда на это не пойдет. Но ты, ты мудрец Дадичи, ты живешь ради блага других, ты это тело используешь ради блага других. Мы просим, отдай нам твои кости, мы сделаем из этого оружие пожертвовать свою жизнью. Ради нас, которые, не сведущие в этой науке, боятся всего на свете. За этими вопросами есть как бы страх также кроется. Пока есть отождествление с телом, этот страх навевает все эти темы. Как же так? Это же ужасно, это же ужасно. Я помню, как им спрашивали одного из духовных учителей, когда яхта Харе Кришна, известная и знаменитая еще с 80-х годов, путешествовала, на парусе была Харе Кришна, Сан-Киртана, они книги распространяли и Харинам проводили по островам, среди Зиноморья. На журнале Back to Godhead была эта фотография красивая, и описание, и всех вдохновлялся весь скон, что у нас есть вот такая яхта, которая проповедует по всему. Средиземному морю, и какой они интересный способ романтически нашли, да, это путешествие, это Сан-Киртана, это распространение знаний. Все спрашивали, как там эта яхта, можно ли попасть в эту группу тоже, распространять книги, воспевать, ездить по островам, почувствовать как бы себя парамахамсой таким, да, вот проповедником странствующим. И в один день эта яхта разбилась, все погибли. Это ее судьба. Яхта Харе Кришна разбилась. Все погибли к этому. Естественно, в Исконе молодые преданные получили шок. Как же Кришна? Он не защищает своих преданных. Он вроде говорит, «Бага-галдите, ахам твам сарва па пе пьё». Но мы это понимали по-своему, конечно же, эту шлоку. Ахам твам сарва па пе пьё. Я защищу тебя от всех грехов. Хорошо. Значит ли это, что преданных никогда не оставит тело? А что тогда это означает? И мы задали вопрос одному из духовных учреждений Дикша Гуру. Представьте, что вы идете в подземном переходе ночью, ночью. Уже страшно. Из угла. Бандит с пистолетом на вас. К вашему бескупу дуло представляет. В чём, говорит, опасная ситуация? В том, что вы забыли Кришну. Вот, говорит, в чём настоящая опасность. Вот что страшнее смерти. А рождение смерти – это противоречие душе, естественно. Да, но это обычный закон природы. Обычный закон природы. Почему вы думаете, что это какая-то очень плохая вещь? Почему вы думаете, что нужно здесь жить вечно в этом мире страданий? Ты сейчас споришь со мной, ты не понял даже ответа, ты не слушал вообще меня. Ты думал о своём вопросе, ты не слышал ничего. Ты прослушал все ответы. Если ты читал эту историю о Гаридасе младшем, то ты должен помнить, что сказал Господь читанию, узнав о самоубийстве Гаридаса младшего. Он сказал, для Саньяси это лучше, чем испытывать вожделение. Если ты читал дальше, то ты понял, что он принял форму Гандхарва и никогда не расстывался с Господь читанием. Но ты думаешь о теле физическом. Отсюда это вопрос несогласия. Пока ты себя заочисляешь с телом, как же ты будешь прогрессировать духовно? Хотя бы теоретически нужно это твёрдо усвоить, что я не это тело. Спасибо большое за то, что нам уделяете время. Вопрос по внутренним усилиям. До момента смерти мы постоянно их совершаем, преодолеваем трудности. Я видел людей, для которых смысл жизни преодолевает трудности. А вот в духовном мире, когда мы попадаем, получается их не будет? То есть не будет ли нам как бы скучно? Такой же аналогичный вопрос. А по знаниям мы говорим, что там будем у нас вечное знание. Получается нам учиться уже не надо будет. Аналогичный вопрос. Та же проблема. Вы себя отожисляете с телом. Если вы себя не отожисляли с телом, вы просто приняли то, что написано в шастрах. Душа сачатананда виграха. Не рождается, не умирает. У нее есть вечный обитель, где она танцует с Кришной, играет с Кришной. Ты просто бы это принял в сердце, и все было бы понятно. Визическое знание. Пока ты не примешь, ты не познаешь. Как вкус меда. Пока ты на язык не положишь, ты не сможешь понять. Никакими объяснениями. Никакими объяснениями. Ничего не поможет. Ты должен принять то, что написано в шастрах. Нужно верить шастрам. Вы сейчас полагаетесь на свой ум и размышляете. И возникает проблема. Ум – это проблема. Но шастры даются для того, чтобы принять в сердце. Чтобы разоблачить ум как раз. остановить эти вот хитросплетения ума. Постепенно очищаясь от кармы через преданное служение, ум становится ясным. В чем же ясность ума? Он начинает слушать Бога, а не себя. Аналогичный вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за Ваши лекции и то, что вы делаете нам время. У меня такой вопрос. Я с некоторых временей уже повторяю 16 кругов. И есть кое-какое служение. Вот год назад получил посвящение. Но тем не менее у меня возникает вопрос, как правильно выстраивать отношения с Кришной. Год назад и тем не менее. То есть ты рассчитывал, что за год ты уже выстраиваешь отношения с Кришной. Ну, в общем, вопрос в том заключается, что я не совсем понимаю, как правильно выстраивать отношения с Кришной. Когда разовьются эти качества смирения, почтения, терпения и неожидания ничего взамен, давайте будет отношения с Кришной. Сейчас пока у тебя нетерпение, уже целый год ты терпишь. Ну, это тоже достойно уважения, что целый год ты практикуешь. Серьезно. Серьезно. А мы можем практиковать без ожидания награды. Кто-то научился этому. Просто служить Кришне и все. Просто пытаться достать им удовольствие и все. Давайте попытаемся хотя бы так сделать. Служение – это бхакти. Это не просто какая-то наша деятельность. Это бхакти. Примите мое почтение, Курмагарач. У меня такой вопрос. Сейчас же у нас уйдет золотой век, про который говорят. Говорится, если человек добивается определенных результатов, то у него есть шанс в его душе попасть на высшие материальные планеты. Это описывается как благость. Но как это может быть благостью, если я... Ну, если моя душа будет где-то существовать 2 миллиона лет, я пропущу самое золотое и хорошее время на этой планете. Как это понять? Не пропускаю. Сделай выбор. Хороший вопрос. Павпада как раз об этом говорил ученикам, что если вы попадете на высшую планету, то вернете сюда к концу кальюги. Самое страшное время. Поэтому не тратьте время на высшие планеты. Сейчас возвращайтесь к Богу. Он говорил об этом. Но с другой стороны, он также говорил. Он дал два направления дикши, что описывает в целях искон, если подробно посмотреть, что через дикшу указать путь к освобождению. Через дикшу. или благодаря дикши очиститься и достичь саттва гуна. Хотя бы это не пойти в ад. Он в одной лекции так говорил людям. Хотя бы не пойдите в ад. Если даже вы не достигаете трансцендентной платформы, хотя бы в ад не пойдете. Пойдете на какую-то хорошую планету. тоже это учитывалось. Без идеализации. Но высшая цель вернуться обратно к Богу. Та же самая дикши может быть, чтобы вернуться к Богу. Либо чтобы очиститься и достичь саттва гуна. Просто это страшно, если сейчас стремишься к высшему, пытаешься делай, 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 делай и промахнулся. Да, неудача бывает. Можно промахнуться. Это был момент, был случай очень давно. Наверное, в 91-м году одна старая предная, старше меня, она раньше получила инициацию, она была первой в том регионе. Она умирала от рака. Я навещал ее. И преданные стали тревожиться, потому что она стала отказываться от Бхагава, от присутствия предных, от Джапа, от Киртана. Она все внимание переключила, на лечение, лечение, стала забывать о практике. И она верила до конца, что она вылечится нетрадиционными методами, там разными. Преданные стали тревожиться, что она не пускает преданных, она беспокоится, не хочет Киртана. я написал письмо духовному учителю, его ученице, это был один гуру, вот она сейчас в таком положении, вот она отказывается от Святого Имени сейчас. И он отдал ответ быстрый, что она должна слушать теперь Святое Имя. Это Ее обязанность. Сейчас к моменту серьезного близости к уходу, к концу Ее жизнь подходит, теперь она должна сосредоточиться на Святом Имени. Я к ней пришел с этим письмом уже, и мягко с ней поговорил, вот я посоветовался с духовным учителем, она сразу собралась, гуру знает о ней, так, что там, говорю, гуру хочешь, чтобы ты слушала Святое Имя, что преданных пели Киртан, чтобы ты слушала Она говорит, хорошо. Она расслабилась после этого и сказала, ты знаешь, я не хочу в духовный мир. Я, говорит, думала, что я хочу в духовный мир, но сейчас я понимаю, что у меня нет этих отношений с Кришной, не успел их развить, нет их, нет этой любви, нет этой жажды увидеть Его. Я спросила, а что вы хотите увидеть, куда вы хотите? Я бы хотела жить варнашем адхарме. Она не успела развить. Такие примеры тоже были. И все же это желание выше, чем заниматься греховной деятельностью и идти в ад. Это тоже спасение. Если она с мыслями варнашем адхарме уходит, то она попадет туда, где есть какая-то варнашем адхарме, и там она сможет прогрессировать дальше. А Кришня процесс не прерывется так или иначе. То есть дикша это могущество. Душа представлена Богу. Он не должен потеряться. Мы уже знаем о Кришне, вы уже не потеряетесь так или иначе. Они просто слышали что-то о Кришне, вы знаете, кто это такой. Пропад нам дал такую твердую веру. Все, вы уже не потеряетесь так или иначе. Куда бы мы не направились после. оставления тела мы уже не потеряемся. Но кто-то прямо пойдет, кто-то пойдет немножко извилистым путем прогуливаясь по материальной вселенной. Тоже интересно увидеть, как она тут устроена вообще, что такое высшие планеты. заглянул туда. Чистый преданный редкость большая. Но вот служение чистому преданному всем доступно. Мы служим прабхупаде все. Господь принимает наше служение. Смотрите, у нас есть все шансы. По милости прабхупады есть все шансы. Поэтому давайте сосредоточимся на том, что мы слуги чистого преданного, прабхупады мы слуги. Мы не знаем, станем ли мы чистым преданным этой жизни или нет. Но мы точно знаем, кто мы, свое место точно знаем. Кришна нам указывает это место служения. Мы слуги прабхупады. Этого достаточно, чтобы мы не потерялись в этой вселенной. Я правильно говорю? Неправильно? Она сказала нет. Вы показали так. А, так в Индии. Так, серьезные вопросы у вас у всех. Хорошо, что вы серьезно думаете над писаниями. Да? Ну? У кого будет микрофон? Я всегда слушаю ваши прямые передачи. Я очень благодарна. благодаря вам я настроилась и я отважилась приехать одна оттуда. У меня вопрос преданный. Мы снимали эту комнатную кружевку, но принимали гостей неудобно. Вот к нам приезжал в Хактивайхау с вами Махарадж. И он говорит, начинайте по копейке и будет у вас храм. мы перестали снимать квартиру и те деньги, которые мы вложили на аренду, стали откладывать на упаковку земли. И так вот буквально перед отъездом я получила документы на 12 соток земли. На что? Землю, чтобы вот как-то преданные собирались, чтобы начали строить храм. 12 соток земли? Да, Так, да, так, так. Ага, 10 километров от города. Это где? Какой город? Это город Козыл. Какой город кто-то слышал? Тува? И город какой? Город Козыл, республика Тува. Тува, да. После того мы когда перестали взять на аренду преданных меньше стало. Сейчас буквально мы забираем человек 5-6. Вот у меня вопрос. Прошу вас с чего нам начинать строить храм или где-нибудь опять снимать квартиру? У меня такое желание было именно собраться, чтобы каждую неделю преданные собирались какие-то мы на большие праздники ездим Минусинский храм там строится отсюда от нас 400 километров поэтому нам нужен центр чтобы преданные могли собраться так же воспевать и не прерывая программу. Прошу вас о благословении и с чего нам начинать строить храма. то есть как только вы купили землю вы оставили арендованное помещение преданных стало приходить меньше. Это не очень хорошо. Нужно организовать чтобы преданные могли каждый день слушать Шимонбхага в этом и вместе повторять джапу возможности возможно это в намагатах можно делать не останавливайте процесс Шраванам Киртанам иначе храм будет трудно построить. Я тоже к такому выводу пришла а затем нам тогда храм если преды не забираются прошу вашего благословления у нас агентство по делам национальной сергей хорошее отношение они сами нас приглашают нам удалось организовать центре русской туры концерт два раза в прошлом просто преданных нет а а вот агентство нам всегда идет на встречу приглашают пожалуйста вам это центре воспользуйтесь если будете проповедовать люди будут приходить к вам если будете проповедовать не останавливайте проповедь храмы нужны для проповеди это центре образования откуда мы можем заряжаться духом проповеди знаниями так храмы правоподаводил век калии центр образования где изучает ишимат бхагава там священные книги это центр проповедей спасибо харе встала встала и все начало вылезать изнутри и теоретически я все понимаю и начинаю уму проповедовать говорю там нехорошо там еще что-то там надо усилить это чувство раздражения нужно направить куда-то то есть никакие теоретические аргументы не работают вот как забить гвоздь в крышку гроба ложного эго для того чтобы оно сразу не умерло как-то как вам проповедовать в таких критических случаях которые не являются нормой а вот когда вылезло ни с того ни с сего сам удивился и вот что делать и вот оно ничего не двигается не вижу никаких проблем в каждом из нас живет демон не только у тебя у тебя он только проснулся у других уже давно не засыпал никогда у ноги сейчас ты только увидел в себе это ничего страшного не вижу вообще на это не обращай внимания терпи и все терпение и все нормально будет куда он денется у меня такой вопрос в Бхагавадгите Кришна говорит о том что если преданные предаются то он их будет защищать и вопрос вот в чем преданные которые находятся в Дхаме живут в Дхаме и с ними бывают случаются какие-то ужасные ситуации страшные по-настоящему которые не доходят до их смерти то есть они получают очень большие страдания при жизни находясь в Дхаме и в такие моменты становится непонятно как именно понятно что это отождествление с телом но становится ну как-то вера начинает шататься в те моменты когда такие вещи происходят с преданными там с маленькими детьми преданными просто с преданными вот как как продолжать верить несмотря на то что такие вещи происходят даже в Дхаме и что тогда имел ввиду Кришна когда говорил что будет защищать преданных мы с Матой Мандакини совсем недавно обсуждали этот вопрос Джиганатхапури подобный та же самая тема я думаю что когда ты наблюдаешь как преданные переживают какие-то трудности несчастья то естественно ты будешь чувствовать сострадание и соболезнование и всеми силами будешь как-то помогать их несчастья верно же это одна сторона когда ты наблюдатель а есть другая сторона когда ты сама попадаешь в сложную ситуацию и как преданная ты принимаешь это от Кришны как преданная со стороны это трудно понять но преданная когда попадает в трудную ситуацию он принимает это вместе Кришна присутствует в этом где-то в глубине души он принимает это это совершенно другая ситуация но когда ты наблюдаешься должна соболезновать сострадать и оказывать помощь беспокоиться и молить кришну но когда ты сама в этой ситуации ты одновременно если ты преданная одновременно с этим несчастьем получаешь огромную милость кришну а джима таки не рассказал об айтирты с вами как он уходил он испытывал страшные боли туда не доходили обезболивающие средства в кости невозможно было пришлось все терпеть и в какой-то вид он сказал что это лучший момент в моей жизни высшего счастья никогда не испытывал когда моя жена впервые поехала в хам это была картика я был накануне весной она поехала в картику потом девяносто первый год или второй она вернулась рассказала много историй одну из них рассказала что уходил ученик шла правопады и нас динабантов прагон она рассказывала водил к нему петь киртан не был рак мозга он лежал он уже был неадекватен не все воспринимал воспринимал только киртан он испытывал боли головные поэтому лицо кривилось гримасах было постоянно мы смотрели что человек умирающий но динабантов прагон просто он спросил петь киртан приходили несколько дней туда и когда мы пели киртан мы удивлялись он начинал улыбаться и руками так танцевать мы видели что он чувствуется очень хорошо а когда мы прекращали петь он у него гримасы на лице были вот она мне рассказал об этом преды через полгода я поехал снова весной майяпуре мы были и нас позвали позвал джебиси в свою комнату джебиси нас блокир тираж супруга паре тут же надо же не заботились о русских предных а очень много служения сделали для нас очень сильно помогли для российских предных я я пришел к нему в комнату поскольку было какое-то собрание и он был чем-то занят просто посидел никогда не выгонял за дверь никого как пришел то есть садиться в этом сад или что хочешь просто посидеть и в это время пришел преданный из вриндавана приехал и стал рассказывать об этом предан который болел этим раком он ушел его уходит я этот английский распознал но подробно рассказал что он уходил без какого-то ясного сознания это был поражен мозг главной центральной нервной системы человек не мог видеть слышать адекватно у него смешались какие-то образы у него были боли слышал киртан только есть только один день в году когда человек умирает в этот день в году во вриндаване сам господь шива ему на ухо кричит харе кришна это оставил тело в этот день и когда он это рассказал а киртеж прабу знал хорошо этого своего духовного брата который ушел киртеж заплакал слезы полились и сказал пропада очень милости то есть мы не знаем конечно что это что происходит с внутренней энергией когда предан попадает несчастье на мой опыте когда я пытался помочь каким-то преднам которые попали в сложную ситуацию они меня вдохновляли все было наоборот я вдохновлял они мне вдохновляют всякий раз я испытывал конечно же боль за не какое-то страдание с другой стороны понимал что ну каждый пройдет через эти испытания любой человек но то что творится у них внутри и когда они начинают говорить чистое сознание кришна вообще поразительная вещь тем не менее некоторые вещи я не могу объяснить тебе то что ты сказал когда дети могут погибнуть допустим преданных или сразу после инициации авария какая-то и все погибаются такие случаи тоже я не могу все объяснить я знаю что кришна управляет процесс это я знаю запретных тоже надо переживать я тоже переживаю как и ты меня тоже есть претензии кришне могу как только я увижу я спрошу его вот скажу как же так кришна за что почему но это же преданное у меня тоже есть вопрос и также из какой-то опыт одно могут сказать дорогие преданные когда вы попадаете в сложную ситуацию передайтесь богу и все никого не обвиняйте и никаких вопросов другие когда кто-то попадает сострадайте молитесь кришне это я знаю это я могу но все объяснить и не могу же мандаки не скажет что болезненная тема что вы сейчас сказали это действительно так и есть это очень глубокое видение это очень большие трансформации когда преданные принимают эти сложности с благодарностью и когда преданные никого не обвиняют и не бунтуют против кришны трансформация действительно происходит и мы становимся ближе и ближе к возвращению кришне когда мы обвиняем мы обвиняем мы обвиняем в римах в этом я не помню в рамках и на пурпот maybe Devakinanda and Prabhu will remember but many places it says that if a devotee is accepting terrible difficulties with gratitude it's like he's getting a ticket back home, back to Godhead the Lord becomes very grateful to see that the devotee despite all the difficulties keeps his faith and hope and as she said with Bhakti Tirtha Maharaj the pain was so intense but he will never cry out of pain but the same as the devotees you were mentioning he was suffering so much he couldn't hear any more Krishna that he could hear a narration Krishna-lila he was suffering so much that he couldn't hear any more stories about Krishna-lila so Radhanath Swami just started to change the Holy Name and that's when the tears came out but it was tears of gratitude and he said it has never been so good and he said it has never been so good and he said never been so good and he said I will not exchange my place to anyone's place in the world and I would not change and I would not change the situation in which I am and I would not change any other situation in this world so it seems that if we come to that state to accept that we just experience such a strong relationship with Krishna but from outside it seems very hard to understand but a lot of examples like that and also I remember there was one one French Sanyasi I remember one French Sanyasi he actually came down of his platform and he went into a very sinful life and he was not he was dying he was in coma after a long disease and he was dying he was in coma after a long disease unconscious but all of a sudden the doctors were very surprised he sat he sat up and he said oh Shriya Prabhupada you have come and he said oh Shriya Prabhupada you have come so it's very hopeful we can have hope that the spiritual master will be with us in difficult times and although it seems so terrible we see so many of our dear devotees going through the process of pain leaving the body and that's what they and that's what they say with us and that's what they that in one moment we will be in the other dimension в какой-то момент мы уже будем с другой стороны. У нас всегда остается очень много надежд. Это как путешествие, приключение. Иногда мы летим в самолете и бывает там сложно и неудобно. Но когда мы прилетаем Святую Дхаму, мы видим, что все становится хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И кажется, что если я получу гирлянду от старших предан, от Гуру Махараджа, то точно счастливый блед достанется. И благодаря этому откровению, которое пришло в сердце, я поняла, что я нахожусь на платформе потребления, что я сколько лет не находилась в сознании Кришны, еще не перешла из состояния ребенка, который у него хватательный рефлекс и постоянное желание брать, в состояние постоянного желания служить и старшим в том числе не брать от них, а уже прилагать какие-то свои усилия, чтобы помочь старшим в их проповеди. Скажите, пожалуйста, как нужно изменить сознание свое, чтобы ушло это состояние брать, а появилось давать? Это последовательный процесс, шаг за шагом. Например, ребенок сначала должен просто принимать то, что дают родители. Его кормят, обеспечивают. Он принимает это с желанием от родителей. Это радует родителей, что ребенок с аппетитом ест, нравится вещи, подарки, игрушки, которые родителям приносят. Так они познают друг друга. Познание вкусов, характеров через вот эти отношения родителей. Ребенок принимает что-то, что-то не принимает, что-то принимает. Так они изучают. Первый этап. Потом второй этап. Ребенок должен учиться. Тут есть элементы служения уже должен, надо. Не просто принять, не принять, ты должен принять. Тут уже вопрос служения. Он уже становится более взрослый. Он изучает под руководством учителей, родителей, уже изучает жизнь, предметы, поведение, этикет, культуру начинает усваивать. От него требуется что-то уже. Затем он должен закончить образование, уже готовиться к самостоятельной жизни, чтобы поддерживать себя, еще служить родителям, еще удвоить как бы это вот наследство рода, увеличить это наследство рода, его задачи. Все, это аналогия, понимаете? И в конце концов, когда он уже становится зрелым, полностью зрелым, он, понимая свою ответственность перед отцом, перед матерью, перед предками, перед Богом, получает все наследство окончательно. Таким образом. Поэтому давай, бери как можно больше. С аппетитом давай. Ари Кришна, дорогой Гур Махарач, Матри Ковинда Давидаси, позвольте, пожалуйста, прославить одну Вашу ученицу и передать от нее вопрос. Туласи Давидаси из Сирии, она год назад получила у Вас онлайн-посвящение, и так получилось, что мы с ней сдружились. То есть она одна единственная преданная, там Сирия, она живет в городе Латакия, ее муж не преданный, семья не преданная. Но на их долю выпало очень много страданий, на долю их семьи они пережили войну, разрушение, и в результате войны ее сын стал жертвой химического оружия, у него тяжелая болезнь развилась, требовала операции, потом он упал с седьмого этажа, там тяжелые были проблемы, и сейчас у него психическое расстройство, которое требует больших вложений от семьи, и это очень большие страдания для семьи. Но тем не менее она очень стойко переносит все эти трудности, это как раз может быть очень актуально в теме сегодняшней обсуждаемой темы. И так получилось, что, по милости Кришны, у нас с мужем получилось передать ей, как комплект Шримад Багава, там полный, все 12 песен, через одного нашего знакомого сирийского джентльмена, он перевез тяжеленый чемодан через все границы. И когда недавно было землетрясение, их город в Атаке, он как раз очень близко к Турции, очень сильно пострадал, и их там очень сильно трясло, и она удивилась со мной, рассказывала, что там мы рядом, просто взрывались и рушились все дома вокруг в их районе, все дома были разрушены. Она говорит, ну у нас мы все с семьей держались друг за друга, когда нас толкало, и у меня была такая сильная вера, что в моем доме находится Шримад Багава, там это сам Кришна Божество, и что с нами, ну Кришна нас защитит. И их дом, на удивление, единственный во всем их районе, он не разрушился. Но они, тем не менее, очень много проживают проблем в связи с болезнью сына, и как-то вот мне пришло вдохновение с фотографией ее сына, сейчас проходила всю парикровую, то есть там секунды, очень много молилась за него, я хотела попросить ваших молитв и благословений, чтобы она с достоинством могла проживать все эти трудности, и также передать от нее вопрос. Ее муж, он ест мясо, но он сам себе готовит это мясо, и сейчас как-то стал так вопрос, что похоже, что, ну то есть он ее попросил, что если ты мне будешь готовить вегетарианское мясо с луком и чесноком, то я, ну то есть, возможно, это альтернатива, и он сможет отказаться таким образом от мяса. И она спрашивала вашего разрешения, то есть насколько это серьезное нарушение, если она будет для мужа готовить вот лук, чеснок, и... Пусть готовит, только сама не ест лук и чеснок. Пусть готовит. Сейчас очень много людей переживают эти трудности, при этом тоже это касается. Мир меняется. Какая-то устоявшаяся культура уже вроде бы появилась, стандартная, да, уже как-то стали к ней привыкать, уже стали считать, что это и есть настоящая жизнь, стандарты жизни, вдруг стало все расшатываться. Кто выживет? У кого развито сознание? Остальные люди переживут сильнейшие потрясения. Многие не переживут таких событий. Глубокие стрессы. Если вы в сознании Кришны, вы будете защищены. Даже, смотрите, пандалы, хотя они не погибли на Курукшетре, но они пережили тоже глубокий стресс. И Тиштира, он не понимал вообще, зачем такой ценой ему царство. Даже Кришна не мог бы успокоиться. Его успокоил Пхишмадев. Он им рассказал о Кришне. Преданным обладать таким могуществом. Нам нужно стать крепкой духовной семьей. И даже на расстоянии, и во времени мы не будем зависеть от этих условий материальных. Как с духовным учителем. Эти отношения вне времени и пространства. В любое время, в любом месте нужно чувствовать эту связь духовную. Всегда. Давайте учиться в сознании Кришны. Если посмотреть на боль этого мира, нам жить не захочется. Если смотреть на лоск этого мира, на эту иллюзию, люди скажут, о, столько прекрасного. Посмотрите на ту сторону. Вы видите, что тут на самом деле никаких шансов жить счастливо. Крупада предсказывал все эти события. Это же Кали-юга. Все признаки Кали-юги. Батидир Тамагараш предсказывал, что многие люди пострадают, многие погибнут. Наступит это время. Оно наступает. О чем же нам нужно думать сейчас? Обычно люди думают о выживании, конечно. Как мне выжить? Как мне выжить? Как выжить в моей семье? Как мне выжить? Предный предповедует. Пример можно взять преданных 80-х годов в СССР и 90-х годов, когда весь строй рушился. СССР Советского Союза. Строй рушился. Многие люди мигрировали за границей. Сбежали просто из страны. Все рушилось. Вся вера в коммунизм, все, что считалось фундаментом нашей жизни, верой, все по ногам рушилось в пыль, просто в ничто. Пена морская просто рассеивалась. Многие высокопоставленные люди, сильные мира и всего, стали просто бомжами. Никем. Правда, правда. Все эти бандитские характери стали возглавлять общество. Представьте себе. Что делали предные? Голод был тогда. Криминальные войны. Около миллиона человек погибло в криминальных войнах в те годы. В России. Предные даже не заметили этого периода. Да не был счастливый период проповеди. Нас уважали и бандиты, и обычные люди. Все нас поддерживали. Потому что мы говорили о Кришне, мы давали книги, мы распространяли прасад, мы принимали эти аскезы. Все вспоминают те годы. Какая была мощная проповедь, и никаких законов не было. Делай, что хочешь, потому что это было благоприятное время для того, чтобы разбрасывать эти семена сознания Кришны. Потому что коммунистический строй не позволял этого делать. И тут все рушится. У людей трагедии в жизни. Все обозленные, сокращают по штату. Люди безработные, представьте. Начинают заниматься рэкетом, воровать. Просто разводиться, ругаться, драться. Хаос в головах был. И тут преданные. Харинама Санкиртена. Прасадам. Бесплатно. А вы? Вы откуда? Кто вы? Вот мы тут распространяем. Вот вам зал актовый. Бесплатно надавливали. Вот вам в самолет. Бесплатно садитесь. Летите туда. Такое было время. Кришна устроил рай для проповеди. Смотрите, в этом аду вообще. Сейчас приходят трудности. Но мы должны проповедовать. Должны продолжать свою ваше на вадхарму. Харе Кришна. Гуру Махарадж Прабхлада говорил, что каждое служение важно. Оно способствует проповеди. Но почему тогда Прабхлада поособену радовался результатам Санкиртаны? Почему особенно радовался? Ну, это Брехат Мриданга. Это особая проповедь, когда мы распространяем книги. Строго говоря, если проповедуем не распространение книги, это проповедь не авторитетно. Недостаточно. Устойчиво. Люди забудут через полчаса, о чем мы слышали на лекции. Но если останется книга у них, это успех. Книги Прабхлада – это фундамент общества. Они авторизуют вообще наши движения, много лет защищают. Мы были в списках тоталитарных сект. Сейчас люди забыли об этом, потому что есть книги. И какие книги, которые читаются, разъясняются, распространяются. Главное, в нашей проповеди распространять Шла Прабхупаду. Как бы вы ни проповедовали, вы должны закончить книгами Прабхупады. Представить их в итоге. Понимаешь, как это важно с Санкиртаны? Прабхупады говорят, что если они просто Шлоку одну увидят, они очистятся, освободятся. Говорят, а хоть бы Слово из Шлоки увидят, услышат, освободятся. Это совсем другая жизнь. Это совсем все другое. Все, что связано с Кришной, духовно. Все, что не связано с Кришной, материально. Целое движение связано с Кришной, смотрите. Это должно помочь всем. Я понимаю, что вы многим рискуете, когда проповедуете, книги показываете. Но Кришна защищает преданных. Как-то выжили же первые преданных. А как они выжили? Проанализируйте, посмотрите. Как это вообще возможно было? Это было невозможно с материальной точки зрения. Пожалуйста, примите поклоны. Вот такой вопрос о тех преданных, кто уже оставил тело. Насколько это благо для них, если их прах погружают в священные воды? Или каким-то другим способом, например, оставляют дома и вот там как-то развеивают? Или это важно для тех, кто это делает и этот ритуал важен? Когда умрем, мы увидим все это. Насколько это благоприятно? Ну да, да, это важно. Ведь душа не умирает, тонкое тело сохраняется. То есть личность сохраняется после остоления грубого тела. Есть масса свидетельств об этом. Клиническая смерть и опыт. Что личность сохраняется. Также описано в писаниях. Как личность перевоплощается. Это непростой процесс. Нужна помощь. Помощь живущих. Обычно Путра помогает сын или дочь. Тоже Путра освобождает от ада. Обряды совершают специальные. Это тоже. Тоже преданные делают. Прах, ганг или емуну. Умирающему. Листик тулы, свиной язык. Или немножко капель рада кунды. Или ганги. Это делают. Включают запись махамантры. Это достаточно сложный процесс. Тонкий процесс перевоплощения. Тонкий процесс. Одна маленькая вещь может изменить все. Потому что тонкое тело сохраняется. Вот пожар в лесу. Одно дерево загорелось. Ветер дует с этой стороны. Значит, загорается следующее дерево. Значит, должно загореться третье дерево. Верно же? Мы же видим, как это. И вдруг порой фетра, смотрите. Пожар переносится на несколько деревьев. Дальше. Вот. Это очень тонкий процесс. Что вспомнить в момент смерти? Это очень сложно. Поэтому нужна помощь. А Джамила должен был пойти в ад. Но случилось как раз вот этот пример. Вспомнил свой сын, а потом вспомнил Нарайану. Освободился. Это же при жизни процедура. Простите, Вы сказали процесс, который при жизни описан. Когда мы листик тулусе кладем. А когда уже человек оставил тело, и остался только прах. И вот эта процедура, когда мы везем пепел в святую дхаму, у меня такое чувство, что это важнее для родственников, как бы поучаствовать в процессе, в этом опустить. Нет, для ушедшей души тоже может быть. Если он не ушел к Кришне прямо, то это тоже облегчение сильное. Как я понимаю, когда человек оставляет тело, и в тонком теле он испытывает привязанность к своему даже праху. Я говорю, это тонкий процесс. Я не знаю, все ли я смогу объяснить в этом процессе. Это трудно объяснить. Но такова сила отождествления. Это сила отождествления. Вы умираете, не означает, что вы не привязаны к телу. Привязанность остается к телу. Тело хоронят в могилу, и ваше тонкое тело витает над ней, над этой могилой, потому что привязаны к этому телу. Долгое время. Поэтому ведическая культура кремирует, и прах развеивает в священные воды. Это сильное облегчение на душе. И она идет дальше, куда ей положено. Это сильное очищение. Довесит предписанные обряды. Самадхи, тело, когда захоронят, это только великих святых личностей. Но я не знаю много на эту тему. Я только упомянул, что это тонкий процесс. В любом случае нужно помнить Кришну и все. Это главное правило. Да? Пожалуйста. У нас сегодня загробные темы. Я включу. И в данный момент я прошу Ваше благословение на открытие бхакти-врикши. В мае месяце. У нас заканчивается моя бхакти-врикши. И уже старшие знают, что уже полгода знают, что собираюсь открыть. И вот в мае месяце я должна открыть бхакти-врикши. Я прошу Вас, прошу Вас, Ваших благословений. Я за. Как все остальные? Да. Кришна, 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 спасибо. Так, сколько у нас еще рук? У нас еще много рук, да? Ну давайте, если я быстро буду отвечать на вопросы, у нас время истекает. Передавайте микрофон. Кришна, примите мои поклоны. У меня тоже вопрос про проповедь. Что все-таки нужно, чтобы проповедовать? Потому что в сердце есть... Я тебя не вижу. В сердце есть очень горячее желание проповедовать сознание Кришны. Ну что вот если ты не будешь это делать, если я не буду это делать, то жизнь моя просто зря проходит. И у меня даже есть друзья преданные, да, с которыми мы вместе хотим это делать. Но вот какой-то решимости не хватает. Что нужно? Или ничего не нужно, нужно просто начать. Ну ты сама ответила, да? Да, просто начать. Ты уже знаешь ответ, все. А можно ваши благословения, чтобы начать? Может быть ты ждешь пинка от Майя, я не знаю. Так тоже бывает. Так бывает тоже. Может быть Майя поможет тебе. Но лучше просто делай это. Как приказ Господа читай. Осознавай Кришну. Осознавай Кришну. Спасибо. А еще быстро. Вот привет. Просили передать вам Прохлада Нарисимко Прабу и его супруга Лолита Саки. Матхи Матхи Матхи. Да. Кроме кражи. Вы когда отвечали на первый вопрос, сказали, что страшнее смерти, это не выполнить свой долг. А могли бы немножко рассказать об этом? Что такое не выполнить свой долг? И как понять, выполняешь ли ты свой долг в каждый момент времени или нет? Есть долг перед Духовным Учителем. Если я не выполняю этот долг перед Духовным Учителем, то это хуже, что вообще может быть в моей жизни. Духовный Учитель – это Личность. Это тот, кто дает нам Кришну. Это тот, кто дает нам служение Кришне. Это еще больше. Это тот, кто дает нам миссию. Это еще больше. Смотрите, какие ценные вещи мы получаем. Если я не принимаю этот дар, то можно ли меня вообще учеником назвать? То кто я такой вообще? Меня можно быть только плохим словом. Я мошенник просто. Я принимаю Духовного Учителя, а миссию не принимаю. Это мошенничество такое. У Гуру свои дела, у меня свои дела. Мне достаточно инициации. Все. Гуру махараш. Коротко. Сейчас мы находимся вместе, благословно собрались со всей Россией и в островское пространство. Но мы вернемся. И там резко отличается общение, как сохранить сознание. Потому что вот работаю на солидарном заводе, общение всякое бывает. Вот один, два, три. Как защититься от приобщения, вынужден общаться с разными людьми? Есть какая-то защита? Вот прям на пальцах. Спасибо. Не беспокойся сильно. Люди, в принципе, они хорошие. Они, может быть, грубые там, всякие разные, но в сердце они, ну, как люди, люди, как люди. Несчастные, может быть, там прочее. Если у тебя хорошая садана, ты будешь защищен. Следи за саданой своей. Тебя не слышно? Повтори вопрос. Если у человека свобода воли, и если он ее использует, то как это изменяет течение замыслов Кришны, скажем так? Что изменяет? Изменяет замысел Кришны. То есть у Кришны же есть замысел, как устроен мир, как будут пройти события. Это никак не изменяет планы Кришны. Потому что все пути проложены им, указаны им, любой путь. А свобода воли у человека есть, или это тоже предопределено? Кришна дает свобода выбора. И чтобы человек не выбрал, этот путь уже дал Кришне. Любой. То есть моя свобода зависит все равно от... То есть, строго говоря, мы не можем пойти против воли Кришны, потому что это тоже дается им возможность. Это тоже путь. То есть любое мое решение, в принципе... Нет, если ты преданная, то уже не так. Если ты преданная, то слушай, что говорит духовный учитель. И следует наставление. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Харик Кришна. Харик Кришна. Харик Кришна, примите поклоны. У меня вопрос про зависть. Я слышала от старших преданных, что, например, если ты отслеживаешь в себе, что ты кому-то завидуешь. И что делать в этот момент? Мне нужно использовать свой разум и начать восхищаться. Вот. Но у меня вопрос, ну как это сделать практически? Потому что очень часто зависть, она такая мощная, что не предоставляется возможности начать восхищаться. Ну или, может быть, есть какие-то другие методы борьбы с завистью? Зависть есть у всех в этом мире. И зависть есть ко всем. Ко всем. И нищему можно завидовать, что он свободен. И богатому можно завидовать. И равному можно завидовать. И старшему, и младшему. Животным завидуют. Убийство животных – это зависть. Это мир такой. Все пронизано завистью. На это, не обращая внимания, есть четыре регулирующих принципа. Отказ от мяса, рыбы и яиц – это отказ от зависти. Отказ от токсикации – это отказ от зависти. От азартных и незаконных секций – это все связано с завистью и вожделением. Отказ грубый. И воспевание святых имен, прославление Кришны и преданное служение. Вот на этом сосредоточься. Остальное терпи. Пойми, что не только у тебя зависть. У всех есть зависть. Наше преимущество не в том, что у нас нет зависти. Она есть у нас. Мы такие же, как и все. Наше преимущество в том, что мы слуги Бога. Мы служим Кришне. Вот на этом сосредоточься. Считай себя душой, не телом. В теле есть в тонком и зависть, и жадность, и покость. Там все, что хотите. Вот ты же душа. Ты же слуга Бога. Сосредоточься на этом. Читай Бхагавадиту регулярно. Повторяя святые имена. Служивай Шнам. Постепенно, постепенно все очистится. Хорошо? Давай, говори. Давай, говори. Какое-то даже время, чтобы он получил. Ну, этот опыт уже с детства духовной жизни. Вот эти самскары. Ну, его нужно будет тогда забирать в подростковом возрасте, чтобы давать уже светское образование. А здесь тогда встает вопрос. То есть это как раз самый такой опасный возраст. И как вот быть в этой ситуации? Можете подсказать? Я пока не понял вопрос. Гурукула, хорошо. Хочется отдать ребенка в Гурукулу. Вот. И в то же время вы вот, например, говорили, что сыну надо будет дать хорошее образование. Потому что он в будущем грехасха будет. Вот. И чтобы дать хорошее образование, это тоже нужно время. И это нужно, ну там, даже если с подросткового возраста, забирать его из Гурукулы. В то же самое время это самый опасный возраст, да, когда у детей, как бы, ну... Есть разные уже школы. Раньше была только одна Гурукула, вот, ну, такой классический, да, ведический вариант был. Он очень трудный, не для всех подходит. Потом стали выбирать уже туда детей по гороскопу, которые подходят именно для такой школы. А остальные ходят в школу обычного образования, но в Майяпуре. Плюс, конечно, духовная атмосфера, общение, воспевание. Очень хорошо. И они могут продолжать получить образование. Тогда нам, как родителям, нужно будет полностью уже тоже менять образ, да, как бы... Как родителям нужно быть внимательным к детям. Очень внимательным. Каким-то детям очень полезно, скажем, Гурукула интернат именно такая, и хорошо подходит им, но это немногим. Остальным, возможно, какое-то время полезно провести в такой среде. А потом сменить среду. Будьте внимательны. Не избрасывайте с себя ответственность, не будете такими наивными. Наблюдайте за ребенком. Если образование или учеба в Гурукуле приносит ему страдания, допустим, то долгое время зачем же это делать? Нужно найти место, где он будет счастлив. Ведический принцип главный какой? Все должны быть счастливы. Не то, что все должны быть в интернат в Гурукуле, а все должны быть счастливы. Поэтому есть разные возможности. Мы должны внимательно смотреть, бережно относиться друг к другу. Также у нас тоже есть одни стандарты, но все же мы все индивидуальности, мы по-разному чувствуем себя в этих стандартах, и каждый устраивается так, чтобы чувствовать себя хорошо. Слон в воде оказался слабее крокодила. Это не его среда. А на суше слон сильнее, крокодил слабее. Значит, выбирайте там, где вы будете сильно себя чувствовать. Также с ребенком внимательно смотрите, чтобы не травмировать его жизнь. Ты должен быть в Гурукуле, ты должен быть в Гурукуле, иначе ты млечкой станешь. Возможно, были такие методы когда-то, я не знаю, но сейчас вряд ли вы найдете что-то подобное. Это индивидуальный вопрос. Харе Кришна! Грумхараш, вот мы сейчас ходим в разные места паломничества, в храмы, в самадхи. Были вчера в доме, был 90-такура. Вот какой опыт мы должны получать в каждом из этих мест? На что настраиваться? Потому что, ну, мне кажется, сейчас я вот, например, больше как турист, я это все вижу, да, впервые. Какой критерий, что паломничество прошло успешно? Это духовный туризм. Если даже ты не все как бы осознаешь в этих местах, важно, что ты пришла к Бхактюнову Такуру. Он у него развитое сознание. Он отметит это. Пришла в йога-пит, посмотрела, какой интересный храм. Но Господь считает, он отметит тебя. Он знает, откуда ты приехала, куда поедешь дальше. Он знает твое состояние, что ты еще не все понимаешь в этом месте. Все знает. Это прямое духовное общение, это не просто какие-то памятники. Это прямое непосредственно сакшат. Непосредственное общение с Господом Читани, с Бхактюнатой Куром, с Бхактюнатсирасвати, с Шалправопада. Панчитатва. Прямое. Это Дхама. Так, ну давайте еще пару вопросов. Харе Кришна, Гармахараш, спасибо большое за лекции, за ответы. Вы когда-то, отвечая на вопрос по поводу Харинам, ну там то ли про качество Харинамы спрашивали, вы говорили, что любая Харинама хороша. И вот вопрос в том, что иногда есть достаточно такие резкие, ну не резкие, а такие вот высказывания, очаривали старших преданностей, что если воспевается, например, намапаратка, то материальные желания у других людей, живых существ, они могут только усиливаться. И если, например, не воспевается Шудханам, то это просто, ну может быть, просто подобно шуму. И вот на своем уровне какая должна быть правильная медитация на то, как я могу вот служить? Это правильно, что говорится, это писания говорят. Если мы воспеваем без веры ашрада нам абхаз, то это ведет в имперсонализм. Если мы воспеваем с оскорблениями, 10 миллионов жизней можно воспевать, ничего не произойдет. Так пишется? Это одна сторона. А какая другая сторона? Милость Господа не надо. Не забывай об этом. Мы уже майвади. Уже. Так новоспевать или не воспевать? Нет. Такую категорию майвади, как мы, называют невинные майвади. Мы даже не знаем, что мы майвади. Мы просто выросли в такой среде и просто подражаем людям, живем как все. Усваиваем эту культуру. Но на самом деле мы не хотим этого существования материального. Такие люди получают милость Господа не надо. Гуру Махараш, разрешите сделать Вам подношение и прославить Ваше наставление. Полгода назад в Ильском Матаджи спросили, что я могу сделать для Кришны. Вы, посмотрев на мою жену, сказали, сделайте ролик и в интернете выкладывайте про Кришну. Но она приняла это как приказ и сделала Ваше наставление. Сейчас у нее восемнадцать с половиной миллионов просмотров и восемьдесят пять тысяч подписчиков. У вас должно быть тоже много подписчиков, миллионы просмотров. Сейчас людям нужно это? Все больше и больше нужно. Ну вот, все вроде бы к лучшему у нас. Начали за упокой, но за здравие заканчиваем. Ну давайте станем бесстрашными, наберемся здесь сил и решимости. И очень вас прошу, молитесь на Рисимхадеу здесь. Это необычное божество. Он направит нашу жизнь должным образом. Ничего не бойтесь с Нему, ничего не бойтесь. Это очень могучное божество. Как я думаю, это мое личное понимание, что сейчас в мире происходит под его контролем этого божества. Ага. Да, это правопады здесь. Хорошо. Хорошо.